всем привет вы смотрите канал другая испания селена вива с конец ноября у нас в стране басков прекрасная погода светит солнце плюс 15 градусов правда из-за этого же солнца по ночам немного нас так прохладно уже в горах опускается термометр до 5 до 2 плюс естественно градусов вот но сегодня я с вами хотела бы поговорить не о погоде а погоде у меня есть видео на моем канале можете полистать посмотреть если бы не хотела бы поговорить на такую тему как причина долголетия испанцев средняя продолжительность жизни испанцев одна из самых высоких не только в европе но и в мировых рейтингах тоже не присутствует достаточно на высоких позициях уступает только вот последние таким странам как сингапур так далее а вот чем же причина долголетия испанцев но на мой взгляд да я как бы свою точку зрение хочу вам рассказать первое но это то чем я сейчас занимаюсь я например забралась на горку сейчас поднялась потом спущусь и про еще прогуляюсь вдоль океана и очень многие испанцы этим сейчас занимаются или с утра кто-то с утра ходит да у меня из окон дома сразу увиден вход в национальный парк и вот когда я просыпаюсь я вижу уже людей которые выходят с прогулки кто-то только заходит кому когда удобно очень многие сейчас вместо вместо сиесты предпочитают прогуляться по красивым местам в принципе чем я сейчас и буду заниматься то есть ведут абсолютно активный образ жизни у меня здесь совсем недавно был случай зашла в местную аптеку и спросила средства целлюлита на что мне изабель сказала елена у меня их никто здесь не покупает здесь все просто ходят по горам вот тебе и все средства целлюлита но если ты хочешь что специально для тебя я конечно привезу что в принципе сделала я конечно задумалась над этим то есть если раньше я просто ходила а там вдоль океана гуляла и по равнинным частям в своим своем национальном парку который мне от дома начинается то теперь вот я стала еще и бегать по горам так что побежали а вместе посмотрим насколько это здесь интересно и вот подражая испанцам неспешно я поднялась по горному серпантину и сейчас я нахожусь на перевале гора ты высота его 282 метра над уровнем моря и ведь у меня за спиной виноградники которые спускаются к океану вон там сзади уже океан мышь гитаре когда мы сейчас и пойдем говоря о здоровом образе жизни как о причине долголетия испанцев вы мне можете сказать лен но это же совсем недавно все было до продолжительной жизни высокая у испанцев уже давно да я считаю что основная причина здоровья и долголетия испанцев это знаменитый пофигизм испанцы очень легко относятся к жизни они как-то легко стараются решать проблемы вот даже это вот знаменитая но пасанада которая раздражает очень многих наших иммигрантов когда они это слышат например от доктора при любом заболевании но пасанада ничего не произошло зачем страдать нужно же просто искать пути выхода из этой ситуации они рвать волосы хотела сказать где ладно на голове из-за того что-то произошло вот как-то настолько легко они умеют относиться к любым проблемам что в принципе это же хорошо для нашей нервной системы для нашего здоровья поэтому для тех кто сумел впитать вот это вот знаменитая испанская но пасанада они значит тоже будут дольше жить и отсюда в принципе вытекает еще один пункт это умение наслаждаться жизнью наслаждаться жизнью так как умеют и наслаждаться испанцы но наверное на тяжело найти другие народы но может такие же южные наши соседи как португальцы как итальянцы не знаю я там не жила а вот но испанцы у испанцев дисфрутар наслаждаться наслаждаться жизнью наслаждаться едой наслаждаться прогулками наслаждаться общением с друзьями семьей вот эти знаменитые семейные обеды по выходным дням когда все собираются делятся своим позитивом своими новостями и так далее это тоже один из факторов долголетия потому что когда ты умеешь получать кайф от жизни умеешь получать кайф от каждого мгновения не то ли счастье в жизни послушайте как птички красиво поют сейчас у меня за спиной вот выйдешь так погулять вздохнешь полной грудью господи счастье-то какое тем более такие красивые пейзажи вокруг ну правда ведь красота виноградники океан кораблики не знаю видно вам нет вон возвращается корабль с океана заходит в порт где уже его моряков где уже ждут любимые семья красота нереальная пойду я гулять дальше как вам пейзажи сегодняшней прогулки пишите в комментариях а я продолжу свои рассуждения на тему долголетия испанцев но еще одна очень важная составляющая долголетия испанцев на мой взгляд это их подход кулинарии вот я проживаю на территории страны басков да здесь кухня одна из самых знаменитых в мире европарламента сан-себастьян признает европейской гастрономической некой так вот одна из самых главных составляющих а вот этого успеха кухни страны басков она в принципе распространяется и на другие регионы испания это то что здесь принято есть продукты по сезонам и продукты выращенные в определенной зоне то есть вот например когда хозяйка приходит на рынок для нее очень важно с какой деревне вот это вот фасоль например привлезет привезена или а с какой грядки какая-то морковка сорвана из какой деревне вот эти вот помидоры и зачастую даже на прилавках вы подходите то там написано помидоры а там из такой-то там деревне фасоль это из такого-то региона страны басков и вот это одна из главных составляющих не как не только популярности кухни страны басков но я считаю и здоровье басков поскольку ну испанцев тоже в целом будем брать да поскольку вот такое вот бережное отношение к продуктам к их экологичности не то ли счастье вот остановлюсь поскольку для меня вот это вот еще большое счастье эти пейзажи которые у меня за спиной то есть правильное питание а как питаться они это чувствуют интуитивно да и средиземноморская кухня как известно это нематериальное всемирное наследие юнеско очень много здесь употребляется овощей фруктов натуральное мясо а вот и конечно же оливковое масло оливковое масло это тоже такой большой вклад в здоровье испанской нации но поскольку я гуляю по виноградникам ухты какие пони сзади меня поскольку я гуляю по виноградникам то не могу конечно не сказать и о вине поскольку потребление вина у испанцев она такой ежедневно и в крови особенно у старшего поколения до молодого поколения больше пива предпочитают а вот умеренное употребление вина она естественно тоже положительно сказывается на здоровье потому что известно что а к вину не нужно относиться только как к алкоголю вино оно разжижает кровь да но предотвращает эти тромбы сердечно-сосудистые заболевания и так далее но говорите уж так о том что из всей испанцы умеренно потребляют вино было бы наверное лукастом а достаточно вспомнить этот известный случай четыре года назад по моему да я для своего сайта галисе 365.ru описала подробно эту статью о чуваке который прожил больше ста семи лет по моему я точно не помню там или 106 107 лет но не важно важно что а далеко за 100 лет это человек который никогда не пил воду зато в день он выпивал три литра вина у него была своя винодельня а вот и они с сыном среднем выпивали в месяц одну бочку вина бочка вина это 225 литров но своего собственного но это еще не все дело в том что этот чувак он по утрам натощак а это для галисии кстати достаточно так характерно выпивал еще стопарик чистой самогон очки да у нас на севере испании везде кантабрия астурия галисия везде делают из винограда самогонку как-нибудь об этом отдельный репортаж еще сниму а вот я просто по дороге иду поэтому немного оглядываясь по сторонам чтобы меня никто не задавил так вот помимо того что 3 литра в день вина стопарик стопарик самогонки а почти 50 градусов натощак ну и конечно же много работал так вот умер он в эти 107 лет от того что короче все умерли вокруг даже на дети и так далее кто мог бы следить за его здоровьем и он просто перестал принимать лекарства которые ему полагались на понятно что в таком возрасте уже никого нет здоровых и этот мужичок у него тоже уже были проблем со здоровьем тем более там галисии пневмония у него была вот он перестал просто пить лекарства от пневмонии короче вот он умер сто семь лет физически работал с девяти лет кстати а вот это тоже один из одна из причин долголетия испанцев как известно испания это прежде всего сельскохозяйственная страна да и большая часть населения здесь занята в сельском хозяйстве кто-то он виноградники выращивать кто-то оливковые рощи выращивают от а помидоры кто коров пасет другие овец пасут так далее неважно в общем все они физически трудятся а те кто занят в сельском хозяйстве потому что здесь не принято нанимать рабочих хотя это тоже существует но большую большая часть сельского хозяйства испании это все-таки фермерские небольшие хозяйства в которых они сами и трудятся и вот она тоже причина долголетия это трудолюбие испанцев те кто с утра до ночи в поле или пасет по горам бегает за своими барашками вот оно и здоровье так что это тоже одна из причин долголетия испанцев ну и еще то о чем невозможно не сказать и это тоже в принципе должно быть таким вот главным пунктом это отличная медицина в испании у меня на канале есть отдельный ролик посвященный медицине испании я не знаю какой из этих я выложу первым вот но не важно полистайте посмотрите вот медицина в испании она признана одна из лучших в европе да известно что даже система здравоохранения германии она была скопирована именно с системы здравоохранения испании и там где хорошо лечит да там долго и живут я помню еще во времена советского союза читала где в россии самая высокая продолжительность жизни не на не на кавказе она была не еще там где-то а именно в центральном округе москвы москвы поскольку там лучшая медицина соответственно и продолжительной жизни выше в испании медицина страховая государственная она бесплатная а есть также частная медицина но вот как-то принято здесь все таки больше обращаться за помощью в частные государственные клиники поскольку они считаются лучшими но обо всем об этом я рассказываю в своем отдельном ролике посвященном медицине испании вот а что еще влияет на долголетие испанцев а это конечно же климат и экология в испании в принципе как во всей европе да очень бережно относятся к природе и поэтому здесь очень хорошая экология еще это я думаю связано с тем что рядом море да поэтому вот эти вот морские бризы даже если где-то есть фабрики заводы то все это с помощью морских бризов ветерочком быстренько разгоняется машины едут думает то этот кого тут занесло иностранцев с палками ходят селфи когда здесь народ работает он внизу среди виноградников смотрю еще катаются на тракторах чуть делают все работает все трудится коровки пасутся барашки пасутся красота а я вот гуляю тут видосики для снимаю еще одна из причин долголетия испанцев это то что испанцы в принципе как и большая часть населения европы они предпочитают жить за городом жить в своих домах как у меня например за спиной частный дом в горах не соседи вокруг никого только вид на океан виноградники и замечательная экология ну а там не замечательная экология собственный продукт из огорода соответственно там здоровье и долголетия пока болтала с вами спустилась уже к океану вот у меня а за спиной рыбацкий городок гитария о нем кстати есть видео на моем канале полистайте посмотрите и у меня сегодня это дня я находила 5 километров по горам с перепадами высот потом я воду вдоль этого берега океана еще прогуляюсь пять километров до сараутс подышу атлантическим воздухом и того 10 километров свои нахожу то что рекомендует врачи испании и кстати когда я спускалась по горе и видела как около 20 корабликов на всех парах полетели в океан вот когда спустилась увидела что они недалеко ушли видно какая-то большая стая рыб подошла но это не те кораблики которые сейчас вы меня сразу видите за спиной это просто яхточки туристические стоят а вот и видно даст этого ракурса немножко дальше они где-то пару километров отошли от берега стайка рыб какая-то подошла и сейчас они поймают а вот привезут на базу и это все завтра утром появится на при лавках и к обеду на столах местных хозяек не это ли секрет счастья здоровья и долголетия испанцев свежие морепродукты ни разу не заморожены не переморожены которые едят с огромным удовольствием запивая местными винами в общем короче напишите там у меня в комментариях ваше мнение по поводу того в чем причина долголетия испанцев мы возможно каких-то других народов не будет очень интересно это почитать а на сегодня пока пока всем буду благодарна вам за лайки вам там вот внизу за подписки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои следующие видео с вами была елена вивас всем пока пока